Меня зовут Быков Евгений, я студент 5-го курса философского факультета МГУ на отделении философии и методологии науки. То, о чем я хотел бы сегодня поговорить, это попытка разобраться в тех перспективах изменения человеческого тела и особом опыте, который с этим связан, который, как предполагается, произойдет в относительно недалекой перспективе, 20-40 лет. В том числе. С него я начну, но от него я отталкиваюсь, потому что... Ну, сейчас я объясню варианты. Две позиции, с которых можно достаточно просто начать, ну, потому что они уже обсуждаются последние лет 20 времен, с гиберкультуры, с биотехнологий, когда они вошли в такую массовую популярную стадию. А я их обозначу достаточно быстро, то есть они не предмет человеческого обсуждения. Это как бы лагеря за и против. Такие представители технофобии, которые, ну вот как у Фукуямы, как и биоконсерватисты, которые говорят, что нет природы человека, она самоцена, что изменять ее никоим образом нельзя, и вообще все остальное необходимо запретить, любые исследованные на это посягающие. И, с другой стороны, трансгуманисты, как представители такого наиболее радостного, такого открытого этому направлению крыла, которые говорят, ну, вот гуманизм дошел до своих пределов, и когда наука предлагает нам перестроить свои собственные тела, от старения исключать молекулярными ножницами, подключаться к нейроинтерфейсам, это все здорово, давайте делать, чего мы ждем, заставим мы предыдущие человеческие оболочки. То есть я это обрисовываю достаточно бегло, потому что сейчас меня будет интересовать нечто другое. А позиции, собственно, запротив, а что, на мой взгляд, они упускают, когда представляют собственные перспективы будущего? А биоконсерваторы, которые говорят, что человеческая идентичность, апеллируют к традиционным каким-то практикам жизни, к религиозным текстам или к чему-то еще, они фактически закрывают глаза на тот спектр изменений, ну, вообще научных практик, который возникает сегодня, потому что их невозможно игнорировать. Вы можете запретить клонирование вот именно этого типа столовых клеток здесь, но те, кто этим занимаются, найдут вам 10 альтернатив. Вы можете запретить развитие нейроконтактов, потому что они изменяют человеческую личность, но обходные пути предлагает сама организация высших хорковых отделов. То есть здесь они просто отказываются рассматривать то, против чего протестуют в некотором собственном, то есть познавать этого дьявола. И в этом отношении они говорят, мы против этого, но мы не можем до конца сказать, что это такое, мы просто вот заранее вот увидели и нет, мы с этим не согласны. Трансгуманисты, с которыми я общаюсь достаточно много и которые очень хорошие ребята, они, на мой взгляд, упускают другую часть этой проблемы. Они говорят, киборгизация вообще, искусственный интеллект развиваем вперед, даешь современные инновационные конвердентные технологии, и по большей части это достаточно такой хороший настрой в своей позитивности, потому что они ему открыты. Но они повторяют ту же самую ошибку, что их оппоненты. То есть в очень редких текстах, ну просто считанные единицы, я видел попытки представить тех, на самом деле, те сущности, которые могут быть постлюдьми, то есть вот не транслюдьми, потому что они как бы это практики, которые приближают транскуманизм, а теми существами, объектами, множествами, в которые они будут преобразованы. Ну причем я сейчас специально заостряю некоторые вот эти вот радикальные примеры, фактически они такими не являются. То есть они нужны для демонстрации тех напряжений, о которых идет речь. То есть вот сегодня уже есть люди, у которых бионические конечности, у которых там различные типы имплантов, но транскуманизм исходит из позиции, что все это сейчас такое промежуточное, просто в большей степени мы пока не дошли. Но когда мы дойдем до, допустим, наноассемблеров, которые регулируют там давление крови, перестраивают органы и там подключают вас друг к другу, вот это уже будет совсем иной разговор. Но, в свою очередь, когда они говорят нам об этом прекрасном, они помечают, вот постчеловек это нечто такое, что мы сейчас не способны даже представить из своей человеческой перспективы. Почему к нему надо стремиться? Надо, потому что он лучше, у него показатели там хорошие, значит, он может больше обдумывать, больше создать информацию. То есть это некоторая позитивность, которую они извлекают из физико-биологических описаний того, как человек может быть перестроен. И это обоснование оказывается самодостаточным. Но, по крайней мере, оно к этому тяготеет. То есть, на мой взгляд, ну я не доставил, что это единственный способ рассмотрения, но, на мой взгляд, они отказывают себя работать с тем возможным опытом, который обретут вот эти вот странные организмы, которые раньше были людьми. Почему я считаю это упущением? То есть я же неспроста как бы взялся за этот вопрос. Потому что в каждой маломальской статье, которая пытается рассуждать о будущем, в научно-популярной прессе, иногда даже в качестве самих ученых, в рассмотрениях этиков, в грантах, которые подаются на развитие той или иной технологии, всегда проскальзывает фраза, что «но неизвестно до конца, принесет ли это великое благо, или обернется новая катастрофа, именно сейчас нам предстоит решать». То есть все фразы заканчиваются вот такой патетической дихотомией изменений, которые они предполагают. Но они мало что говорят о том внутреннем, которое приобретут, условно говоря, субъекты этих изменений, когда они сами станут чем-то новым. То есть это просто непонятно. Это переменная, она остается где-то по ту сторону обсуждения. С чем мы будем иметь дело? И вот к этому почти всегда апеллируют в современных проблемах, связанных с этикой, связанных с развитием технологий. То есть вот самый радикальный пример, вот просто чтобы сразу иметь его в виду, это, не помню, как он называется, это греческие ортодоксы, одна из фракций, которые настаивают, что поскольку в Писании сказано про сердце человеческое, в котором там заключена душа, что люди, у которых сердечные клапаны заменены в силу болезни, они все, они без души. То есть просто не считаются вообще совсем. Это радикальный пример. Но во всех других случаях, когда речь идет о том, что, допустим, вот какой-то университет представил проект, что можно парализованным пациентам вживлять в мозг импланты, которые позволяют им управлять мышкой, компьютером, ну, что им терять, они на кровати парализованы, поэтому они подписались, они согласны. И сразу же эта новость вызывает обсуждение. Но если мы представим, что такому здоровому человеку вживили, будет ли он еще человеком или нет, а где кончаются границы человеческого, а где, да как, а как мы это посчитаем, а с чем мы вообще, говоря, имеем дело? Потому что сама вот эта граница, когда проникновение технологии в саму плоть, которая как бы связана с самоощущением, оказывается достаточно сильной, она ставит этот вопрос, ну, практически всегда. И рассмотрение этой проблемы как раз в связи с этим кажется мне актуальным. И вот то, что я хотел бы предложить сегодня, это попытка подступиться к вопросу о таком специфическом опыте, но не взятое как бы из развития вот этих технологических программ. Это отдельный разговор, я думаю, был бы очень детальный и насыщенный. А наоборот, попытаться работать с некоторыми специфическими феноменами или случаями, которые были зарегистрированы ранее, ну, в последние, это мы тоже лет 20, и описание которых, и участников, если это речь идет о практиках, могут дать нам информацию о том, сколь специфически необходимо к этому опыту подступать, чтобы о нем вообще могла быть связанная речь. То есть подготовить некоторые описательные аппараты, настроить их. Соответственно, я рассмотрю, ну, 3 или 4, там, по времени посмотрим, случаи. Это 2 практики, 2 случая. Практика осознанных сновидений, ну, понятно, практика тульпы, создание искусственной личности, помощников психи человека. Значит, автобиография Джилл Ботли-Тейлор, нейрофизиолог, которая перенесла инсульт, а потом 10 лет сама себя восстанавливала. И Майкл Хоррест, 40-летний мужчина, который, там, с 10 лет был полуглухим, 40 лет оглох, ему установили кохлеарный имплант, и он посвящает свою книгу тому, как он с ним живет. Тоже автобиографично. Ну, как бы, двое на двое. Чем они могут быть здесь интересны? На мой взгляд, сами эти... Вот, что показательно, это отсутствие такого острого внимания к ним в сугубо академической среде, ну, вот, я бы сказал, даже той области науки, которая работает практически, то есть на разработку конкретных технологий, нежели на развитие конспектуальных исследований, связанных с этим. Потому что, когда Стивен Лаберш в 1980 году доказал существование того, что человек может во сне осознавать себя, ну, если так отвлекаться, это было зарегистрировано при помощи движений глаз во время фазы быстрого сна, вот как раз четвертая часть полуторачасовой фазы, когда движение глаз носили не беспорядочный характер, а заранее установленный код, который был обсужден с человеком, который, как бы, утверждал, что это практикой владеет. Ну, у Лабержа у самого там несколько десятилетий перед этим шли исследования. Но благодаря этому аппарату они сумели зафиксировать то, что они носят исключительно четкий рисунок, ну, допустим, три направо, два налево, повороты глазных яблок. Для себя человек, который осознал себя во сне, предполагал, что он играет в теннис. Ну, как бы, и они договорились, вот он будет передавать это кодирование. И, казалось бы, период в Америке 70-х годов 20-го века, когда этот вопрос считался таким, ну, околооккультным, таким паранаучным, остатки движений хиппи, непонятные какие-то практики, которые они с собой принесли, о нем говорили. То есть несколько книг там было, пособие там откроить свою чакру через вот осознанные сны, там слейтесь с космическим сознанием. Но вот только в 80-м году он получает легитимность, потому что он признан, его можно зафиксировать. Вот вам новый феномен, исследуйте. Это же такой интересный вообще поворот, потому что то, что предполагалось сном, как вот таким фрейдовским бесконтрольным потоком, которое без сознания выплескивает в эго сна, ну, ты можешь переживать себя как от лица себя, или переживать сон от лица некоторой камеры с третьей позиции. То есть вот эго сна, это в данном случае наблюдатель сна. Этот подход, несмотря на свою радикальность, не был достаточно интересен. То есть он по-прежнему остается не самым востребованным, но, на мой взгляд, опыт, который он предлагает, интересен для постановки вопроса об измененном пространстве психического, которое может быть достигнуто и при телесных модификациях. Ну, просто если в случае замещения отдельных конечностей речь будет идти о практических действиях по присвоению, то есть не надо ощутить эту новую часть себя как такой физический орган, который движется и там что-то ощупывает, то здесь несколько условно можно говорить о внутрипсихическом ощупывании, потому что посредством осознанных сновидений, это потом было доказано нескольких психологических исследований, терапии, излечения фобий, ночных кошмарах, травматических расстройств, возникает вообще возможность, которая в редчайших случаях доступна в обыдной жизни, это своего рода коммуникация с бессознательным, с той оговоркой, что вообще понятие коммуникации, оно очень большим трудом к нему применимо, потому что вообще способ передачи чего-то в структуре языка – это привилегия сознания, то есть особой формы упорядоченной информации, а в то время как бессознательное скорее оформляет то, что оно представляет собой, ну, безусловно, как такая множественность, потому что оно не является таким единым, таким куском бессознательного, оно представляет это через переживания и через вот эти комплексные состояния, которые составляют течение сна. И когда в некоторый момент сна, ну, там есть целая программа мнемотехнических запоминаний, при помощи которых это может быть достигнуто, есть также несколько альтернативных версий, а человек может осознать, что он спит, происходит переключение, и тогда он может, условно говоря, перестраивать картину происходящего во сне. То есть он может воздвигать какие-то замки, подниматься в воздух, вспоминать какие-то собственные события в жизни, ну, просто визуализировать их, погружаться. То есть это оказывается доступно. Хотя в этом состоянии достаточно трудно удержаться, но сама возможность, которая открывается здесь, позволяет обращаться к бессознательному, потому что его присутствие не исключается. То есть именно из его материала выстраивается то, что осознанным субъектом сновидения продолжает быть сном, потому что он при этом не просыпается. И как раз в этом ракурсе заключена возможность, условно говоря, как если бы пациент производил нейрохирургическую операцию на самом себе, но если в одном случае у нас есть третий наблюдатель, который знает, что вот здесь у нас осталась травматическая ассоциация, ну или даже, кстати, такая связанная с психогенной эпилептической ситуацией, что в каких-то ситуациях человек сам с собой впадает в эпилепсию, то при помощи осознанного сновидения контакт с бессознательным сам может перестраивать это изнутри. И тот тип коммуникации, опять же в кавычках, который при этом происходит, слушать здесь примером, который необходимо иметь в виду, если мы пытаемся вообще рассмотреть, как такие соотнесения возможны. А другой пример практики – это тульпа. Анна, извините, готова. Можно насчет первого. А знаете, почему вот эти замечательные эксперименты не вызвали большого интереса в 70-е годы? Как вам кажется? Потому что ровно те же эффекты, о которых вы говорили, ну, с вашим словом, я не знаком с этим, вызывают граммулька лезергинки. Правда? Ну, не совсем верно. Абсолютно те же самые эффекты. Нет, нет. По официально те же самые. Я, то есть, те школы, которые пытались использовать психоактивные вещества как способы лечения, да, да, для взаимодействия, переживания вот этих предельных ситуаций, это работы Грофа, Лири, там даже Лейнг об этом иногда писал. Они все-таки настаивают, что это является очень точечным, очень сильным. То есть, это как если бы нам было нужно сконцентрировать много энергии в некотором фокусе, вот такой энергии психического внимания, если условно говорить. И через вот эти 6 часов, там или 12, или сколько это длится, происходит вот эта интенсивная проработка, и действительно, она оставляла результаты, которые впоследствии у людей сохранялись достаточно долго. Собственно, этим они ввели апологию того, что это продуктивный способ лечения. Осознанные сновидения отличаются тем, что они достигаются на длительный период, и они могут быть воспроизводимы постоянно. И некоторый положительный эффект, который связан с ними, он не требует сверх концентрации вот того выброса, которому приводят ЛСД или другие вещества. То есть, он может быть, повторяем, регулярно, каждую неделю, а более того, он нормализует те стрессы, которые накапливаются у людей в их повседневной жизни. То есть, это не обязательно должна быть какая-то разборка с детскими комплексами. То, что вы рассказываете, извините, я перебиваю, это похоже на страшные, которые присылались в особиле. На самом деле, я вас убеждаю, это один и тот же эффект. На самом деле, как бы, вот есть такой Михаил Радуга, не знаю. Да, да, я читал Михаила Радуга, его описание фазовых состояния. Никакая спрятая. У него это осознанное соведение, это счастность. Это такая маленькая счастность по сравнению с нетелесным путешествием. И есть практика специальная, которая может практиковать и выходить в нетелесное состояние. А просто осознанное сновидение, это как бы ступень, не всем удается сразу на это выходить из тела, да, можно сначала практиковать осознанное сновидение. Поэтому вы так рассказываете об осознанных сновидении, что это такое особенное, когда это вообще, говорят, счастность. Когда я сравнивала работу Радуги и Лабержа, мне кажется, что они угадывают собственные позиции друг друга, как ступеньку. Потому что то, что Лаберж описывает, как внезапные вот эти вот пробуждения, когда вот у вас возникает иллюзия в том же пространстве. Где вы засыпали, но потом вы должны ее преодолеть и вы должны от этого отказаться. То он с тем же успехом говорит, что как бы исключает важность той компоненты, которую предлагает Радуга в своих практиках. Мне кажется, они дополняют друг друга, то есть тут нет однозначного приоритета. Нет, самое главное, это некая вещь управляемая, понимаете? Да, да, я согласен. Внутри как бы вот этой не телесной практики можно эту телесную практику специальным упражнением продлевать. То есть надо делать определенные вещи, там касаться предметов и прочее. И можно как бы вообще говоря, процесс можно действительно, он подчиняется даже немного сознанию. А осознанность наведения как раз в этом плане... Осознанность наведения это частность, это как бы некая частность, какая-то недоразвитость вот этого выхода из тела, на самом деле. Я мог бы в данном случае отдельно это обсудить, но сейчас я хотел бы набросать спектр примеров в целом. То есть я это сейчас услышал. Мне важно несколько другое, не то, что они собой представляют в концепциях Радуги или Ла Бержа, а некоторый способ внимания к субъекту, который может быть получен сейчас, когда мы пытаемся говорить о перспективе изменения тела. А что касается тульпы, как создания искусственной личности, то здесь эта практика интересна тем, что она говорит о структуре той личности, которой мы обладаем и которую считаем собственной идентичностью. Она появилась относительно недавно, где-то в конце 2000-х и представляет собой тоже методологию, практику последовательного создания себе, условно говоря, воображаемого друга, который делегирует некоторые способности взаимодействовать с собственной памятью, операционализацией некоторых функций, к которым можно обращаться за советом. Но вообще говоря, он может быть наделенный совершенно другим спектром. То есть тот, кто создает себе тульпу как дополнительную искусственную личность, вторичную по отношению к первой, может делегировать ей позицию собственной совести, каких-то наблюдений собственной жизни, просто коммуникацию, если ему так это интересно. А здесь граница, которая кажется мне существенной, пролегает на их способе взаимодействия. Особенно, когда идут советы о том, как не допустить конфликта между созданной тульпой и исходной личностью, как необходимо нормализовать длительное существование, которое бы не приводило к, условно говоря, переразвитию тульпы или таким противоречием с ней. Поскольку критерием ее создания является то, что она не может быть проанализирована тем, кто ее создал. То есть в некоторый момент она внутренне воспринимается как некоторая психическая автономия. То есть она является... Это болезнь или это какая-то практика? Я сразу говорю, что это практика. Она сознательно контролируемая... Не срывни, а сознательно. Это понятие бесовщина, да, там, ты под поселем вам бесы-помощники. Это не является таким бесы-помощникам? Нет, скорее другое. Это те, кто ее исследовал, ну, опять же, что там в Америке, они скорее сравнивают ее с некоторыми буддийскими текстами, где речь идет о духе-помощнике, который там тебя направляет в исследовании света. Без тоже направляет, да? В наше время было модно пробовать совесть, зарубая приятеля, только хорошего приятеля, на ли. Это же помогает. Я бы сказал, что когда ты визуально можешь себе вообразить сидящим рядом человека или некоторое существо, это, кстати, не обязательно человек, то есть некоторые из людей, поскольку, ну, в силу такая практика чаще всего осваивается достаточно интервертивными людьми. И поэтому они иногда воображают себе тульпу в обличии каких-то своих фантазийных героев. Ну, например, там, каких-нибудь из аниме или из любимых фильмов или еще кого-то, потому что, ну, вот, что касается визуального облика тульпы, как этого психического конструкта, необходимо просто создавать форсинг на одинаковые образы в течение длительного времени, усилием воображать их себе, находящимися рядом. То есть это длится около нескольких месяцев, и, а что интересно, оно позволяет рассмотреть некоторые ресурсы, которыми мы обладаем в повседневной жизни, как такие, которым можно получить доступ с различных сторон. То есть, когда ни некоторый пейджер, ни некоторая записная книжка на компьютере, ни даже наши друзей и знакомые напоминают нам о чем-то или как-то трактуют ситуацию, или когда нам нужно обсудить возникшую проблему с кем-то, кем не являемся мы. Но, условно говоря, вот в случае контролируемого развития туль, по которому проходят достаточно гармонично, а этим кто-то может оказаться вот эта устойчивая конфигурация, которая дополнительно нам, и при этом сосуществовать с ней. Безусловно, такие процессы чаще всего блокируются тем, что лениво, то есть это очень длительный процесс, очень концентрации много требуют, очень напряженные. Кроме того, вот это дополнительный интерес в том, о чем я говорю, при перестройке некоторых внутренних соотношений, ну, в данном случае просто их удобно рассматривать, потому что они не требуют каких-то имплантов, которые будут продуцировать в нас создание вот этих фантомных образов, хотя в перспективе как раз это и возможно. А уже сейчас люди без подобного вмешательства производят их в себе, но при этом понятно, что перестройка того фокуса в психике, в которой личность сходится как интегратор информации, как место соотнесения с нашим «я», как нечто подобное. Когда ты начинаешь делать некоторую альтернативу этому, в виде вот этой тульпы, то обостряются многие критические заболевания, до этого времени дремавшие. Это, кстати, связано... У тех, у кого она могла присутствовать в более слабой форме, что, кстати, явствует и для психоделиков, поскольку они за счет вот интенсивности вот этого прорабатывания, они как бы вскрывают те неправильно сросшиеся швы и границы, которые травматизируют субъекта самого. Но у некоторых это, оказывается, особенно болезненно, и они могут как бы войти в клиническую стадию. Вот это, кстати, очень интересный параметр, который характеризует вот эту соотнесенность. Мы сами же являемся тем материалом, из которого мы это создаем, но одновременно это меняет конфигурацию того, что мы считаем собой. И если мы можем описывать это одновременно и улавливать вот эти вот обратные петли, то, на мой взгляд, это является подступом к тому, как мы можем, например, описывать внешние воздействия. Ну, например, есть такая модель наномашин, активирующих нейроны на соответствующем уровне. То есть нет необходимости, как в случае парализованных, вводить имплант и там параллельно уничтожать 100 тысяч нейронов, которые срослись, потому что в данном случае это оправдано. А когда у тебя есть устройство, которое может активировать их, принесенное вместе с кровотоком, то есть даже минуя гемоэнцефалический барьер. И если эта перспектива является достаточно хирургически точной, поскольку может быть настроена, в случае с этими гипотетическими машинами, то, описывая ее, и трансгуманисты, и их критики, они не пытаются передать тот опыт, который может обладать субъект, который сам себя перестраивает таким образом. То есть что значит быть вот способным это делать? И причем делать в таком же режиме повседневности, в котором мы осваиваем мобильный телефон и компьютерные устройства. И вот, на самом взгляд, тульпы и осознанные сновидения, и фазы, если угодно, они как раз являются примерами подобных смещений субъекта из собственного центра. На основе внимания к ним ответы на другие вопросы тоже могут быть получены. Два других случая, они близки к ним, но просто развернуты на примере отдельных конкретных людей и их жизни. Джилл Ботли-Тейлор, которая заинтересовалась на нейрофизиологии, потому что ее брат был шизофреником, лет с 10 уже у него в клинической форме пошла. И она думала, как-то люди при одинаковом мозге такие разные, вот казалось бы, мой брат. И вот она этим занялась. Колесила по Америке всех убеждала сдавать мозг в банке мозга, то есть посмертно, ну с гитарой, а ее так и назвали поющий нейрофизиолог. И вот в 37 лет у нее происходит инсульт. Причем в левом полушарии и, соответственно, она впоследствии, вот это мне кажется самым интересным, она за 10 лет восстановления, когда она в итоге освоила все потерянные функции, сумела воссоздать приблизительно ту хронику событий, которая происходила. То есть, как она ощутила то, что она сливается со стеной, как она, ну там, не могла набрать цифры, потому что не понимала, с чем они соотносятся. То есть, как ее доставляли в больницу, как она переставала видеть, где границы ее и других людей, как она плыла в некотором потоке эйфории и нецентрированном на личности, она связывает это как раз с левом, что она при этом оставалась несубъектной и заставлять себя возвращаться в это вот глупое тело, которое испытывает боль, пытаться продолжать учиться, как она делала это ради своей матери, как она воспринимала людей эмпатически, когда она начала немного восстанавливаться, но при этом не в, условно говоря, той структуре эмоциональности, которую мы испытываем в повседневности так же, как речь. То есть, вот такое нанесение эмоциональных значений. Почему мне кажется это интересным? Это ее самоописание. Можно сравнить с работой Лурии про высшие корковые функции человека, но если у него есть множество примеров отдельных людей, которые уже получили травму и там не могут читать буквы, не разбирают картинки, не могут соотнести их с объектами, у которых руки выворачиваются в обратную сторону, когда они пытаются взять что-то. Эти случаи множественны, они очень локализованы, потому что у каждого обычно отдельное нарушение, чтобы с ним можно было работать как нейропсихологу. Но при этом они уже готовы. То есть, он уже их обнаруживает таковыми и пытается что-то сделать, описывает, что происходит в процессе. В то время, как в случае этой Ботли Тейлор, интерес в том, что у нее это разворачивается в ее жизненном пространстве, последовательно, проходя множество вот этих стадий отключения. То есть, она описывает с каким трудом, перебирала визитки, чтобы не пропустить номер, который является номером ее врача и пытаться удерживать в угасающем распознавании имен то, которое может быть номером врача. Как она не смогла членораздельно выговаривать звуки, хотя когда она шла из ванной, ей казалось, что она еще может. Но особый интерес здесь, опять же, дополняя предыдущее сказанное о практиках, на мой взгляд, лежит в том, как она обратно себя присваивала. То есть, если у нас осталась вот эта некоторая тлеющая величина, которую можно назвать «я», и которая по ее словам, ну, когда она парит в океане эйфории, когда для нее все предметы не имеют границ и перетекают друг в друга, понятно, что вот это вот ограниченное тело, которое привязано к койке, и у которого испытываются вот эти вот органические ощущения, оно ее травмировало самим фактом. Но при этом она сделала это усилие, потому что ей было на что опереться, если следует логике самоописания. И вот последующие годы, когда она играла в пазлы для детей, когда она училась с мамой записывать слова заново, там, мяч, там, акула, там, хлеб. Интересно, что это было не просто некоторая механическая потеря, там, отпала-отпала, и механическое восстановление, там, набралось-набралось-набралось. Интересен тот опыт, который она переживала, когда заново осваивала то, что она имела, но при этом в новой структуре она могла окинуть это, как бы сказать, иным тем аппаратом соотнесенности функций, поскольку теперь они ей не были изначально вменены. То есть она сама составляла нечто меньшее, и поэтому она могла их выбирать. Вот тут очень интересно, как она интерпретирует свое собственное присвоение эмоциональности. Она говорит, когда мой период эмпатического восприятия людей, то есть она плохо понимала, что ей говорят медсестры, что ей говорят родные, но она очень хорошо и сразу чувствовала, когда они искренние, а когда они лицемерят. То есть когда медсестра вообще делает фальшиво и совершенно искусно, а когда ее мать, правда, не беспокоится. А когда этот период уже подошел к коммуникации, что она могла с ней общаться, могла взаимодействовать лучше. И она обнаружила, что в ней часто просыпаются эмоции, которые как раз более социализированы и похожи на значение языка. То есть кто-то что-то мне сказал грубое, и я чувствую к нему злость, и она может сохраняться во мне полдня. Или, например, я сказала кому-то что-то, как бы слегка в запаль, а после этого мне стыдно и самое неприятное, что я сделала. И когда она восстанавливалась, то есть по совокупности того, что она представляла собой, вот в этой, переоткрывая психическое заново, она ощущала, что ей это не нужно. Она, в общем, не хочет иметь ту конфигурацию, которая представляла собой перед этим. И вот очень интересно послушать ее описание. Она говорит, я, поскольку была нейрофизиологом и верю в те теории, которые я изучала, понимаю, что выброс адреналина, который происходит в состоянии злости, в каких-то других состояниях, это способ клеток моего мозга и отдельных их отделов сообщаться со мной и нечто мне высказывать. И говорит Тейлор, я понимаю, что я не могу заставить их умолкнуть, как бы выкинуть их из моего мозга. В конце концов, они же когда-то обеспечивали мне жизнь, но при этом я знаю, как нейрофизиолог, добавляет она, что реакция эта длится не более полутора минут. И поэтому, когда я чувствую очередной всплеск, который я не хочу, чтобы он мне принадлежал и там как бы далее затуманивал мой день и наполнял меня вот этой отрицательным ощущением происходящего, я даю ему пройти сквозь себя в течение этих полутора минут и целиком его ощутить. Потому что те клетки, которые послали сигнал о выработке этого адреналина, они не являются мне безусловными врагами, они тоже являются некоторой частью. Но при этом я отказываюсь от того, чтобы следовать за этой линией, я просто ее угошаю. И вот здесь интересен фокус той пересборки, когда она вообще способна об этом говорить. То есть вот ее случай радикален, потому что это нарушение очень сильное в тех случаях, опять же, поскольку пример был психоделиками, когда их в 70-е годы, вот эта психоделическая революция в Америке, часто принимали без подготовки, без некоторой сета и сеттинга, вот этой вот контролируемых условий, в которых люди могли бы чувствовать себя безопасно. А происходили вот эти радикальные точечные события, которые вели к дальнейшим преобразованиям иногда в течение нескольких лет в жизнях отдельных людей, вплоть до смены там жизненных ориентиров, работы, вообще ближайшего социального окружения. И в этом плане они, конечно, не очень резкими. И Бодли Тейлор, пример подобной резкости, но происходящий по вообще сугубо биологическим причинам. У нее была артериовенозная мальформация, у нее там взорвалась небольшая вот эта капиллярная связка, в которой накопилось много крови. И в итоге это привело к этому результату. Но само ее самоописание этой пересборки как раз-таки дает возможность представить, как нечто подобное может быть операционализировано, если речь уже заходит о искусственном конструировании нейроконтактов. Ну, которое вот как бы... Сейчас у нас оптогенетика, коннектома, вот эти вот заявленные проекты. Я думаю, что непосредственное взаимодействие с отдельными нейронными сетями, оно также входит в число перспектив, направлений, которые были указаны. То есть вот это не некоторая фантастическая перспектива, напротив, достаточно близко. Тут все дело зависит от миниатюризации, чтобы вот эти вот, ну, как бы воспользоваться расхожим образом. Вот то, что показано в матрице, и вот эти узлы, шунты, в которые необходимо было включать кабели. Вот это как раз пример самой острой инвазивности. То есть это необходимо вставлять, внедрять тело, как и внешнее. Но если речь идет о крайней степени миниатюризации, ну, по крайней мере, на которой технологии настаивают, то эта возможность как раз оказывается представленной куда ближе. И в заключении, чтобы, как бы, переключиться на несколько больше конкретные примеры, упомянутый Майкл Хоррест, который был лингвистом, собственно, он сам изучал язык глухонемых, не то чтобы он им обладел. Чем интересно его самоописание в контексте предыдущих, приведенных примеров? Когда он рассказывает о собственном кухлеарном импланте, и вот это, конечно, мне хорошим лейтмотивом вообще к подобным обсуждениям, он одновременно показывает, насколько это специфическое самоощущение, когда, чтобы иметь слух, ты должен подзаряжать его от батарейки. Но с другой стороны, ты можешь транслировать на него MP3 композиции напрямую, потому что у тебя нет опосредований. Но с другой стороны, это слух достаточно плохой. То есть на текущем уровне развития там много шумов, много помех, которые не контролируются, и это говорит о том, как устроен слух в принципе. То есть это было примером в пользу теории, что вообще информация, которую человек воспринимает как аудиальную, при обработке мозгом, вот в чистом виде то, что вошло на беребанную перепонку, оно составляет одну десятую от той информации, которая осознается слушающим как услышанное. Потому что девять десятых – это то, что использует сам мозг как паттерн распознавания. Например, когда мы пытаемся выделить в толпе голос близкого человека, мы перефокусируем свое слуховое поле. Или когда мы распознаем в некоторых звуках именно вот ту мелодию. И вот эти обратные выходы, которые мозг посылает на естественное ухо, они кахлеарным имплантам быть поддержаны не могли. Ну, поскольку вот Хорост, он не какой-то там исключительный человек киборг-экспериментальный. Нет, это рядовая операция, их больше 50 тысяч уже было проведено. И вот он как раз показывает, что это ограничение, которое он рад, что слух сохранил. Но оно вообще накладывает совершенно особый отпечаток на то, что значит слышать для такого, как он, когда у тебя есть помехи просто потому, что этот аппарат только вбрасывает в мозг, он не способен реагировать на его сигнал, по крайней мере, пока. Вместе с этим Хорост описывает перспективу расширения вот этих имплантов, дополненных другими частями тела и органами, которые позволили бы людям образовывать коллективные перцептивные системы, где они могли бы обмениваться опытом или даже некоторыми воспоминаниями, ассоциированными из них. Но при этом, и вот здесь, мне кажется, хороший акцент, которому трансгуманизма иногда не хватает, именно потому что речь о трансгуманизме, а не постгуманизме. То есть мы еще не вот эти вот сверхинформационные тела в соответствующих пространствах загружат в компьютер. Речь о том, что он всю... у него книга сплетается из двух линий, где одна идет о рассказе о современных достижениях нейронаук, а вторая линия – это рассказ о его собственной жизни, его, Майкла Хорреса, такого низенького мужчины лет 40, который много чего стеснялся и вообще при знакомстве всегда говорит, что я глухой, учтите это. И как его привезли в лагерь эмпатии, и где людей учили доверять друг другу, допустим, ощущать прикосновение чужого тела и не отдергиваться моментально. Что он настаивает на дополнительности этих практик, коль скоро нечто, что мы рассматриваем как наше человеческое, сохраняется при этих технологических изменениях. Не потому, что оно сохраняется априорно, потому что оно вот вменено в нашу человеческую природу и всегда там было и будет, а потому что это возобновляется нашими практиками. И даже при создании тех или иных имплантов, некоторый опыт доверия и взаимности, он не будет ими всецело гарантироваться, просто потому что они присутствуют. И вот он, этот опыт, и как раз есть то, чем может быть дополнено все остальное, все то сугубо техногенное вмешательство, которое может быть произведено. То есть он пытается раскрыть одновременность этой перспективы, как, что означает проживать вот эту гиборгизированную жизнь, пытаясь передать для людей со стороны, которые говорят, слушай, а человек ли ты вообще вон сколько этих технологических модификаций. И вот он как раз пытается объяснить, что да, они присутствуют. И я каким-то образом изменен, действительно воспринимаю много иначе, чем вы. Но поддерживать вот этот диалог, эту связь, которая существует между нами, это не роль только каких-то технологий, которые во мне присутствуют. То есть они возникнув в моем теле, как этот имплант, провели между нами границу. Но поддерживать ее или стирать ее, прилагать усилия к ее расшатыванию, это то, что я делаю всей своей жизнью. И вот этот лагерь эмпатии, эти контакты, когда он приехал на одну конференцию, и его учили задавать людям глупые вопросы. Все эти примеры проявления человеческого, они именно являются линией, которая заново конструируется тем, кто изменен. То есть она исходит из той же самой точки. И вот мне кажется, она дополняет сказанное выше именно тем примером, потому что он существует сейчас, он еще жив, ему вообще-то написать можно. Если что, я работаю с ним по книге «Всемирный разум», потому что у нас что-то в ближайшие десятилетия. И его пример как раз хорош, как некоторый способ наладить диалог с теми, кто сомневается в необходимости или вообще в способности считать этих существ людьми. Речь идет о простраивании этого тонкого и специфического каната, с одной стороны, который связан с нашими практиками жизни, и вот такого, казалось бы, эмпатического доверия. Но с другой стороны, он не может игнорировать того технологического уровня, которым некоторое тело оказывается измененным, потому что теперь оно составляет неотъемлемую часть вот этого коммуниката или друга или соседа. То есть она необходимо должна быть рассмотрена. Если у него не будет электричество, он перестанет вас слышать. Но при этом он может продолжать вам доверять. И вот одновременность этого сюжета кажется как раз мне особенно интересной, потому что, ну вот в том же случае с тульпой, как вот этим искусным воображаемым другом, который заранее может мне всегда ответить, речь не идет только о том, что субъект, который может перестраивать себя технологически, замыкает себя в мире вот этих вот преобразований, которые, создавая ему воображаемые миры или изменения его психики, как бы бесконечно отделяют его от всех остальных. Напротив, это один из сценариев, который он может выбрать сам себе. И вообще говоря, в случае с информационной перегрузкой, так называемой хикимори в Японии, которые замыкаются в своих комнатах и не контактируют с людьми. Или в случаях каких-то других, не я бы сказал, гиперсенситивностей, но в принципе аутических реакций, когда человек закукливается в некотором собственном окружении, вот они все являются контрпримерами к этому. Это некоторые стратегии, которые они выбирают и которые не пытаются сопротивляться. И поэтому те практики или случаи жизни, которые я привел, они, это такая сеть возможностей, не то чтобы сопротивляться вносимым технологиям, но обыгрывать их, то есть вести такое одновременное движение, которое бы перескакивало оба эти пространства. Ну вот это очень интересно. Мне интересно насчет последнего фильмов, например, автор делает акцент на человеке собственно или на всемирном разуме. Всемирный разум, это вот мне лично кажется, это скорее даже такая полузавлекательная история, которую он добавил в книгу, чтобы она продавалась. Потому что он дает эту очень туманную перспективу в том, в том главах, но это мне тоже интересно. Но просто в его версии, там вот он приводит один воображаемый случай, что там представил спецназов с 2030 года, когда там они одним отрядом, который чувствует каждый спецназ из другого как часть собственного тела, и они там зачищают какое-то здание. А так все, все, я уже закончил, это уже мы перешли к примеру. Вот мои четыре примера.